Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли В последнее время много роликов встречается про женщин. Как женщина манипулирует мужчинами, как она должна лгать, изворачиваться, как она должна подстраиваться. Мужики вообще говорят, что они защитники, женщина сиди дома, не работай, тебе не надо заниматься ничем, там и так далее. Я, честно говоря, иногда просто, когда это вижу, у меня ступор возникает. И все. Если женщина не развивается, она не может вырастить ребенка, как сказать, разумного. Она просто не может. Как может женщина? Вот она будет, естественно, она будет стараться отдавать в детский садик, чтобы кто-то занимался своим ребенком. Но в основном есть период, когда она по-любому с ним. И то даже уже отдают няням, кому угодно. Вот оно пошло. Сама женщина. То есть суть, если ты своего ребенка сама растишь, ты вкладываешь свои знания, свою мудрость, то, что в тебе есть, свой опыт. Как животных возьми. Тех же животных. Детки рождаются, они в них вкладывают всю мудрость, которую знают, как жить в этом мире. И на свободное хлеба. Возьмем женщину. Если женщина сидела все время дома, закрыта, она не развелась, что она может передать? Она это передаст, вот эту закрытость. Она даже любить, она уже не помнит, что такое любовь. Мало того, ее мужчина уже закрыл, затоптал, придавил, и она согласилась. И ребенку она передает именно это. Будь под, слушайся, есть хозяин, слушайся, неважно, кто у тебя, девочка или мальчик, неважно, у тебя есть хозяин. Все, она может только это дать. Вот этот мир, она может перенести ребенку. И поэтому интеллект... А интеллект матери передается ребенку. Не отца интеллект передается, а матери. И поэтому мы можем наблюдать, вот смотри, в странах с мусульманством, там, где женщина подавлена, поговорим про интеллект. Поговорим про развитие в этих странах и так далее. Что вы сделали? Вы мир затоптали, и вы хотите, чтобы в этом... Это, знаешь, как паханое поле взяли, чтобы посеять, затоптали. И вы хотите там урожай пшеницы собрать? Это о разуме? Нет. Женщина должна развиваться. Но смотри, когда мы говорим про развитие женщины, вот тут же первая подмена вылетает. Мы можем взять американский мир, европейский мир. Вот женщина, она тут же делает бизнес-карьеру, она вся, она такая же развивающаяся вся, она получает образование, она творчески проявляется, она стремится чего-то достичь. А на повестку дня она же конкурирует с мужиками. Это о разуме? Нет, конечно. Это первая подмена. А это отказ от любви. На самом деле, она уже не знает, она не знает, она выращена без любви. Она не знает, что такое любовь. Именно поэтому она начинает конкурировать с мужиками. Все, это подмена. Конкуренция по половому признаку это самая первая и самая, но это животные, это животный инстинкт. Но, наверное, когда девочки воспитываются в смешанных группах с мальчиками, в смешанных школах и так далее, есть элементы конкуренции. Я просто помню себя в школе. Я помню, как я дралась с мальчишками. Нормально, нормально била. Никогда не дралась. Мало того, я на драке, если где-то что-то было, у меня мало в окружении, было драк, вообще мало. Но были. И если были эти драки, то я на них просто даже не смотрела. Я уходила. Для меня это был какой-то бред. То есть, не мое совершенно вообще. Я никогда не буду драться. Никогда. Я уступлю и уйду. Все. У меня яркий эпизод. Это я жду родителей, мы должны куда-то ехать. А я очень любила висеть на турнике. Мне было тогда 7 лет, я была в первом классе. Я пришла домой, переоделась, одела белый свитерочек такой и в брючках вишу на турнике вниз головой. А я любила, как обезьяна, висеть. И мимо проходил мальчишка и кинул в меня грязь. А была весна и на моем белом свитерочке петно. Я назад кинула к нему. Нет, я слезла, подошла и дала под жопу. Он улетел и порвал штанишки. А штанишки оказались польские из Кремплена. Мама прибежала требовать 45 рублей за штанишки. Ну, моя мама прогнала ее просто и все. Сказала, чтобы она занялась воспитанием своего сына. А мне думали, ты не бей уже так сильно, мальчика. А мне было пофиг. Если меня обиделись, развернулась пупа жопа и все. Да, если... Ну, реакция сразу... Реакция именно института срабатывает, да. Но у меня как-то не было такого. Я... У меня были... В школе были картинки, когда девочки дрались из-за мальчика. Но я вообще смотрела. Я всегда на такое смотрела, как... Не из-за мальчика вообще не понимал. Да. То есть, ну... Ну, я... Мне такой мальчик не надо, за которого дерутся. Это про конкуренцию ее женщины. Про конкуренцию. И вот эта вот конкуренция, она должна изначально закладываться воспитанием, что ее не может быть. Женщина априори вне конкуренции. Женщина и мужчина это абсолютно разные. Абсолютно разные. И здесь конкуренции не может быть. Вообще не может быть конкуренции. Это яйцеклетка и сперматозоид. И это только сочетание, это жизнь, это любовь, это счастье, это... Как это? Ресурс, это интерес, это процветание, красота. Вот это. Но конкуренция никак не может быть между мужчиной и женщиной. И в этом есть мудрость. В этом мудрость. Сперматозоид, он не может быть мудрым. Нет, он может. Может, да. Но в определенное время он не может быть. А девочка, то есть яйцеклетка, она всегда должна, обязана быть мудрой. Иначе яйцеклетка, какой сперматозоид захватила, если в тебе нету мудрости, интеллекта, какой ты сперматозоид захватила, какую ты информацию захватила, такая будет история, такая жизнь. Такая жизнь будет. И тогда поговорим, когда женщина, хочу выйти замуж. И она, любой мужик на нее посмотрел, и она сразу за него хватается. Все. Вот эта бездумная яйцеклетка схватила сперматозоид, и потом начинается колецкая жизнь. Ну, я имею в виду, гавкаются, как собаки. Обманывают. И потом только везде говорят, мужчин, ой, брак, это уже слово брак. Ладно. Мужчина всегда, женщина при чем, будут говорить женщины, мужчина всегда будет изменять. Всегда. Я когда это слышу, это тоже такой бред, и это создает сама женщина. Вообще не должно быть... Сознание женщины, изначально создающей. Изначально, только женщины. Она дает жизнь. Она дает разворот любой жизни, любой истории, любой игре. Что я хотела сказать? Про измены что-то я хотела сказать. Ладно. Вылетела. Смотри, когда мы ставим... Вот когда мы работаем с детьми, когда мы работаем с родителями, их там с болезнями, и мы ставим перед зеркалом детей, родителей, если мы берем зеркало внутреннего мира, это одна песня, зеркало психики большое, это вторая песня. Песня. Когда мы выходим на вот это зеркало, которое уже охватывает и мир мертвых, а там третья песня. И теперь смотри, когда мы в большое зеркало ставим женщину, она видит в отражении саму себя. У нее подключен разум всегда. Когда мы ставим мужчину, он видит себя ребенком, который размывается. Это про что? Это про незрелость психики. Мужская психика, даже в 50, в 70, во сколько угодно, она незрелая. 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 И лишь единицы среди мужчин, кто видит себя в отражении мужчинами. И это про зрелую психику. Это такие уже подарки судьбы, блин. Но там тогда есть мудрость и есть разум. Это единичный экземпляр. И там, как правило, мать этого мужчины, она сыграла большую роль. У нее интеллект. У нее был интеллект. Там тогда, да. А в основном мужчина видит отражение ребенка и потом гордится. Мужики все до старости дети. Дети, да. Это про незрелость психики. Нечем гордиться. Давайте похлопаем. И потом мужик на качелях и принимает спонтанные, дурацкие решения. И сами женщины потом кричат. Мужчина всегда изменяет. Им и мужчины рады стараться. То есть, ну, вы же сами сказали, вы же создали. Потому что нет любви. Вот что я хотела сказать. Потому что нет, не умеет женщина любить. Забыла, что это такое. Она любит обманом. Только обманом. Ложью. Через ложь. Все. И пошла. Создали женщины эту ложь, обман, уйдя в тень. Ну да, она ушла в тень, выставила мужика. Хитро так. Выставили мужика. Все. Он мой защитник. Первое. Создала нападение. Значит, есть напряжение, есть угроза. Выставила. Сама ушла в тень. Он все сделает. И сидит, не развивается. Интеллект уходит. Пошла ложь, обман. Но самое главное, вот та штука, которую мы заметили в последнее время, работая с детьми. И когда мы вот уже выталкиваем ребенка в здоровую жизнь, и когда мы вынуждены смотреть, что будет дальше с отцом, потому что не всегда отцы работали. И вот здесь нарисовывается очень интересная тема. Оказывается, женщина при этом, смотри, какая красивая тема. Женщина, если ее сравнить, ее можно сравнить с эго. Мужчину с программой ума. Женщина эмоционально, она выкинула свою эмоцию. Злость, раздражение и так далее. Слила. На кого она слила? На окружающий мир. Кто попал в ее окружающий мир? Первый, кто рядом с ней? Чей мир? Мир мужа. Таким образом, муж это все принял, закапсулировал, ровнее, как принцип работы с подавленной злостью. Продавил в следующую жизнь. Перекачал, и он в следующей жизни либо он придет женщиной и будет это расплескивать, либо он придет мужчиной и будет болеть, капсулируя, либо взрывая это через войны, через агрессию, еще через что-то. То есть, это пойдет в проработку. Это вообще невероятно. Вот этот вот механизм слива женщины на мужика, а мужик не может утилизировать, он имеет обратную сторону. Сейчас я к ней приду, главное не забыть. Но вот этот механизм, это основа того, что мужики умирают раньше женщин. Они не могут столько навоза переварить, потому что они переваривают и свой, и ее. То есть, мужик используется как выгибная яма, если у женщины нет разума. Это один момент. Второй момент, другое крыло. Именно женщина имеет доступ к разуму. У мужчины ум. Он не всегда имеет доступ к разуму. Так вот, смотри, это крыло через разум... Он имеет доступ к разуму через женщину только. Да. Идет ресурс через женщину. То есть, ресурс на жизнь. Мы приходим, у нас у всех захвачены ресурсы. Жизнь, конечно, мы знаем, когда мы умрем. Но именно разумная женщина может в любой момент сказать, почему я должна умереть 80? Я могу умереть 120. И она может сдвинуть. И точно так же разумная женщина может дать ресурс мужчине дополнительный на жизнь, когда мужчина будет жить дольше. Но это она может делать только через искреннюю любовь. Только. А для этого ей надо убрать ложь из себя. А смотри, со старостью что проявляется? Да. Забота, внимание, уход. Игра. Игра материальная. А любви нет. Нет любви, а на самом деле игра... Ведь женщина, мы это очень хорошо с тобой знаем, что только женщина разворачивает жизнь, игру. Только женщина. Все создает, да? И когда с возрастом она в силу, опять-таки, своего неразвития интеллекта, да? Развития интеллекта, уровня интеллекта, она начинает заботиться, проявлять. Заботы мы хорошие. И мужчина, что ум? Он начинает соглашаться на эту игру. И он начинает, мало того, что у него уже подготовлены эти ядрышки, да? Задавленные, подавленные злости. И он начинает... И может тоже хорошо. Его погладили. И мы будем разрушать. И женщина разрушает. Женщина разрушает. Почему? Потому что она не вышла за границы себя, не позволила себе расшириться, не позволила себе развиваться. А живет в том, что есть, да? И ум... А ум всегда живет... Только ум может создавать только из того, что уже есть. Все. И тогда получается... Живем 100 лет. Ну, кто-то 80, 70. И женщина сама же съедает, сама же приближает эту... Укорачивает время еще больше, еще больше. Еще съедает. Как самка богомола. Как самка богомола, да. Самое прикольное... Вот, кстати, вчера же мы работали с ребенком как раз. И так, между прочим. Там, где жена... Я даже ей написала, что рядом с вами он бы скоро уже все. И даже... Подожди. И хитро как? Смотри, хитро. Ну, она не осознает. Это неосознанная хитрость. Но хитро. Смотри, она таким путем она себя реализует, съедая его ресурс. А мужик, он всегда соглашается с возрастом, да. Более того, он еще... Он еще находит любовниц, и еще и они едят его ресурс. Так и они еще едят. А... Вообще мозгов нет. Еще ускоряет. Еще ускоряет процесс. Но суть... А самки, да, вот... Самки богомола, они... И съедают быстрее этого мужика. Вообще... А заметь. Кстати, есть женщины, которые съедают очень круто, поэтому говорят, черная вдова. Вот кто за него... Да, да, да. Она за него выходит замуж, и он умирает, выходит, умирает, выходит. Вот это когда просто на его ресурс садится и полностью выжирает мужика. А самое интересное, это... Вот есть разряд женщин, опять-таки, их, кстати, много. Их очень много, и они очень любят соцсети, они очень любят оставлять свои комментарии. Когда вот видишь такой, просто охреневаешь. То есть, женщины, которые... Им вообще пофиг, какой мужик. Да. Они к нему готовы прицепиться, к любой. Вот просто любой. Они просто вцепятся, и там даже видно, вот мужик оставил комментарий, тут же... Ту-у-у-у-у-у... налетели. И ты читаешь и понимаешь, блин, девчонки, девчонки, девчонки... Это деградация. Это деградация. у вас с другой стороны бесконечный ресурс. Зачем вы с мужика его берете? Они этого не видят и не слышат. Вы мужику должны перекачать и дать. Но только через любовь. Именно вы даете. Женщины дают. Женщина обладает бесконечным ресурсом. И только она его ограничивает. Уйдя в тень, вот, да, и спустя вот уже которое время, то, кстати, религия очень хорошо в этом помогла женщину. Ну, женщина бы добровольно ушла в тень, выставив, да, закрыла. И все, женщина деградировала. Женщина не знает, что у нее есть ресурс. У нее вообще ничего нету. Она только должна. Женщина должна готовить, растить детей. Что там еще? Убирать. Так, слушай, точно так же мужчина должен построить дом, посадить дерево, вырастить сына, иди на кладбище. Иди на кладбище. Все. Программа. А жизнь пролетает мгновенно. Жизнь пролетает мгновенно. Я вот сейчас оглядываюсь и понимаю, блин, дети, вот, казалось бы, вот, они только что рождались, они уже взрослые, они уже своих детей рожают. Да, да, да. А на самом деле эго женщины и ум мужчины – это два движка. Два движка, которые постоянно производят искры, свет, ресурс, в правильном сочетании. То есть создают. Мужчина помогает создавать. Женщина – почву, а мужчина – информация. И то, и то женщина выбирает, какую информацию. Я понимаю, что сейчас сложно у меня будет понять. Мы с тобой понимаем, о чем, да? Но это так. То есть два движка, которые создают жизнь. И здесь нужна мудрость. И никак их нельзя не конкурировать между собой, сталкивать, не разводить. Потому что если разводить, тоже женщина, значит, эго, или там, ну, эго, да, раздувается, или оно просто вот в какой-то момент лопается, да? А ум тогда, он просто в холостую работает. Он работает в холостую, он как робот-автомат. А пластинки уже нет давно. Пластинки нет, а он где-то там заведенный еще фигачит. Вот оно в холостую, холостые, кстати, мужчины. В холостую, да? В холостую сперматозоиды разбрасываются, и толку от тебя. Нету самки, которая тебя прибрала к рукам, и какой бы ты оказался нужен, тебя не выбрали. Вот ты холостой. Тут тоже, да, прибрать к рукам, это тоже, знаешь, как управление, да, создание, но при этом здесь нужна любовь. Когда это любовь, тогда тогда создание. Тогда создание красивое и создание создание жизни, создание красоты, создание счастья. А когда просто прибрать, ты, потому что ты такой, ну как, есть же такой, я почему-то отреагировала. Вот он такой ходит, надо его прибрать, пристроить к женщине. И ходит этот пристроенный. Ну так это дохлый сперматозоид, не способный на оплодотворение. Я сейчас не продохлый сперматозоидов. Те, которые холостые, они, как правило, не дохлые. Они в холостую фигачат. Они просто в холостую фигачат. Я имею в виду, хотя есть и дохлые, конечно, которые не сгоняли. Дохлые почему? Потому что мамы. Потому что мамы не выпустили, да. Да. Потому что мамы съели. Съели. Мамы съели. Высосали. И выбросили шкурку. И поэтому он уже никому не нужен. Кстати, по поводу мамы съели и выбросили шкурку. А помнишь, мы работали с семьей, у них была проблема с оплодотворением. И там как раз была история, мама съела сына, мы восстанавливали сына, и у них беременность была. А я помню. А, и была беременность. Да, и беременность была. Не помню тогда. Ну, то есть, они смогли забеременеть после того, как мы восстановили сына. Ну, что-то такое крутится, я не помню. Это недавно было? Ну, где-то полгода назад. А, поэтому я уже. Ну, что-то так. Да, мамы, мамы в жизни. Женщины дают ресурсы. Женщины же забирают. Я тебя породил, я тебя и убью. Это женщины. А вообще на тему женщин придется раскручивать эту тему глубоко, и на ключ потока мы тоже будем давать. В ком ключ поток? Да, шокируем, да. Это шокирующий ключ, шокирующий курс. Курс шокируем. Но это факт. Потому что мужчина, максимум, что может из себя в знаниях выдать мужчина, это колдуна. Все. Все. Все, максимум. Это потолок. Потолок, когда он может работать за зеркальем, используя ритуал, ритуалку. Все. Дальше у него дорога закрыта. Без женщины дороги нет. Нет. И, кстати, по парадоксу, как постебалась религия. Женщинам нельзя за алтарь. Блин, я когда это вижу, это парадоксальное, кривое зеркало. Мы говорим о том же самом, но только в подсознании все наоборот. Гейцеклетка – это мир. Она выбирает сперматозоид, и благодаря выбору того или иного сперматозоида идет тот или иной вариант развития событий. Да. Все. А женщина добровольно ушла в тень. Спряталась и вынесла ответственность на сперматозоид. А теперь, если берем по образу и подобию яйцеклетки и сперматозоид, теперь смотри, яйцеклетка ушла в тень. О чем это? Изнасилование. Это конкретное. То есть, я слабая, но это так. Но кто кого насилует, она сама себя и насилует. Естественно. И ты посмотри в жизнь женщин, которые не проявляются, они сами себя и насилуют постоянно. Я никто, и звать меня никак. Любой сперматозоид меня может оплодотворить, а потом я буду расхлебывать, что там у меня уже и как, зато у меня появится игра. Слушай, какие вещи сейчас говорю. Это когда игры нет. Зато у меня появится игра. А сесть и написать свою игру из головы, вместо того, чтобы вот так привлекая первопопавшегося встречного поперечного, мозгов не хватает. А разум где? У женщины разум есть. Почему ты от нее отказалась? Добровольно. Добровольно причем. Скинула его вместе с ответственностью на мужика и с вынесенным богом. Вот добровольно, да, добровольно скинула. И самое главное потом, вот это же программное обеспечение ты передала своим детям. И все идет деградация таким образом интеллект из-за женщин. Сама деградируешь, и дети деградируют. Ты развиваешься, и дети развиваются. И то, что мы показываем на примере работы с мамами. Мамы развиваются, дети выходят из ауто и из заболеваний. И посмотри, какая результативность. И на сегодняшний день я просто иногда в шоке, когда говорили три года назад, вы хоть одного ребенка выведите, и вам уже Нобелевская премия будет. Вы посмотрите, сколько вышло. Вы посмотрите, сколько вышло. Вы почитайте. А вы тут же прячетесь. Ой, не, 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 это они придумали. Я верю тому, этому недоразвитому, который от православия какую-то каку положил. Вот там правда, а здесь неправда. Там я буду слепо верить. Слепо верить, да? А здесь нет. Когда здесь вот очевидно, а там вообще ну никак ничего. Там просто умозаключение человека, который даже не связался с теми же самыми родителями, не пообщался. Который просто на этом сам себя поднимает. Как это говорят? Самоутверждается. Самоутверждается, да. Раздувается на этом, да. Просто тупо это делает. Я такой умный, я от тебя вытру ноги. Да, да. А видишь, а смотри, как люди привыкли. Там, где растаптывают, там правда. О, и все с удовольствием камешками будут бросать, да. А где хорошо... А что на этот счет в Библии написано? Вот. Ты в какой огород камешек так езжал? Да, да. Ты свой же огород и бросаешь. Ты за это что повезешь? Так, да, да. Вот. Вези. Это тоже об интеллекте. Вези. Это тоже об интеллекте, да. Когда любят подхватить, когда кого-то хают, любят подхватить, а когда кого-то хвалят, молча уходят. послушают и молча уходят. Или же, когда у кого-то там красиво, дом там, красивый участок, красивый, да, семья счастливая. Ой, тогда начинают ходить небылицы, мама не горюй. То есть, все шиворот-навыворот, и везде интеллект, везде уровень развития. Сразу видно, он прям вот очевиден. А сейчас вообще это видно. Сейчас вот когда идет этот период апокалипсиса. Я хочу, чтобы было плохо. Тогда мне хорошо. Сейчас вообще эти скелеты из шкафов просто вываливаются. И ты просто видишь каждый скелет. И так смешно. Так я, кстати, сегодня Галкина смотрела в Инстаграм. Ты знаешь, он так четко прошелся по СМИ. Причем он назвал вот прям сегодня он сказал, что СМИ, говорит, ну такие небылицы про него. Но СМИ не мелкие, а СМИ действительно такие уровня серьезного. Привателись желтую прессу. Да. Это деградация. Но при этом запрос на это у кого? Ну, естественно. Я сейчас не вспомню, что он говорил, что они о нем говорили. Но то, что он произносил, у меня у самой было шоу. Как? Где? Вообще. Это как будто люди, знаешь, я не знаю, обкурились чего-то и несут. И при этом это известные СМИ. Смотри, но запрос на это. А НТВ канал. Запрос на это у кого? Ну да, это у него, да. Конкретно его запрос. Но ему надо поднять же, он этого не осознает. Иначе его забудут. Да. Ему же надо поднять и даже это другого еще уровня. А ему надо, и вдобавок, он не осознает, его запрос, почему еще идет такой, чтобы он поднял в себе то, что было в нем спрятано, поднялось, он увидел и с благодарностью закрыл. Но он пока не с благодарностью, в нем кипит злость. Да, но это для этого. Но уже какаха перед тобой лежит, что ты будешь с ней идти? Ты смоешь унитаз или положишь рюкзак? Осознаешь, что это какаха, то есть то, что ты услышал, зацепило тебя внутри, значит, было за что зацепиться. Значит, в тебе это было магнитик такой, тык, вот, а человек этого не осознает, он думает, меня оскорбили, меня, то есть в него там, знаешь, сказали. ответственности на внешнее. Да, и не задумывается, что если в тебе это зацепилось, отозвалось, значит, будь благодарен этому. Вот это, тебе создало вот этот запросик. Запросик, увидь и освободи меня, то есть расслабь меня. Расслабь, поблагодари, очисти, заверши, создай сюда, посей на навоз, посей зернышко офигенное, у тебя будет рост творческих способностей, у тебя будет продвижение вперед, опять-таки, у тебя будет молодость. Кстати, там у Аллы есть разум, приличный разум. Там много чего есть хорошего, но это надо, это надо, но это все не публично. Да, это все, это личные. Это личные дела людей, пускай живут и играют в свою игру. Для нас они просто субъекты наружные. Ну, дети посыпались уже. Да, дети посыпались. И женщине развиваться надо. В женщине основа мудрости, в женщине основа долголетия, женщина определяет, когда умирать ей, когда умирать ей. И только женщина может создать новую игру в омоложение. Да. Вообще любую игру. Любую. Омоложение – это одна из игр. Или в бессмертии. Это тоже одна из игр. То есть, женщин, для этого женщин надо выйти за рамки, за границы. Она должна осознать, расшириться, а не быть зажатой в тени. Кто у нас там в тени? Да, ладошка? Да, ладошка. Вот. Боже, Боже. Выйти из темницы. С Иваном Царевичем. Вместо Кащея бессмертного. Вообще. Заметь, вместо Кащея бессмертного. Бессмертного. Ну, потому что все правильно. Сперматозоиды, они сыпятся и сыпятся бессмертными. Так же, как, в принципе, яйцеклетка, только никто не об этом не задумывался. И тоже ограничивают срок, там, допустим, 60 или 70 лет, да? Это же ведь тоже женщины создают, а создают сами, когда ленятся уже все, быть женщинами. Я хочу быть бабушкой. Все. Коллективное сказало. Дети провоцировали. И коллективное сказало, уже в этом возрасте бабушки. Все. А дети, они тоже в коллективном находятся. И тогда в слове бабушка заложено что? Старение. Да. Все. Женщина приняла программу старения. Женщина, одумайся. Суть не в том, как тебя назвали, а суть в чистой любви и искренней. И если в коллективном заложено какое-то слово старения, поменяй это слово. На другое. На другое. Потому что это таблеточка, пилюлька такая прилетела. пьем и стареем. Ну точно так же как взаимодействие с детьми. Все, мне уже ничего не надо. Уже пускай детки поживут. Все. Ты сама ленивая все отказалась. Приняла коллективную игру вместо того, чтобы создать свою красивую из любви. И все создает женщина. Ресурс идет весь через женщину. через женщину. Разум, знания идут через женщину. И неважно, это женщина мать, или женщина жена, или женщина дочь. Да, да. Ресурс идет через Создает женщину, однозначно женщину. Однозначно женщину. И если мать была крутой, продвинутой, и дала действительно любовь, то она дает ресурс, силу, и знание, и мудрость, и разум, и все подключает мужчине, и все женщина дает. Только женщина рожает и мужчин, и женщин. Поэтому кто должен быть разумным? Женщина должна развиваться, чтобы вкладывать в своих детей, потому что она и тех, и тех рожает. И первый, кто заинтересован в том, чтобы развивалась женщина, это мужчина. Потому что его долголетие напрямую от этого зависит. Его долголетие напрямую зависит от его знаний, от ее развития. его ресурс сожрет она его или даст ему. Мы сейчас жесткие вещи погнали. И опять-таки этого мужчину кто растит, опять-таки возвращается. Только женщина. Опять только женщина. И это настолько важно быть развитой женщиной. Развитой это не значит сидеть там командовать кем-то. Нет. Развитой это значит внутри сильной, целостной, в любви. Та целостность. Это сила, огромная сила. Это ресурс, бесконечный ресурс. Ресурс, который наполняет жизнь и разворачивает. Вот смотри, когда мы говорим слово ресурс, сейчас будут говорить про энергетику. Это не про энергетику. Это разные совершенно. Ресурс и энергетика это разное понятие. Совершенно. И мы даже специально курс на эту тему запланировали для того, чтобы дать психотехнике и по одному, и по второму, чтобы человек осознал разницу. Энергетика это только надсознание. Ресурс это уже за пределами психики. Да. Блин, я бы сейчас могла, конечно, вообще разложить по полочкам, но это не надо. по полочкам. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова